приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова мои хорошие по вашим многочисленным просьбам решила показать вам еще одно очень красивое и незаметное присоединение ниточки я знаю что у меня на канале очень много начинающих вязальщиц я вас всех приветствую и сразу вам всем говорю что у вас обязательно все получится на моем канале уже есть ролик о том как какими способами я пользуюсь для присоединения ниточки ну когда ниточка заканчивается нужно присоединить следующий моточек и так далее я думаю что многие вязальщицы с этим столкнулись так вот такой ролик уже есть ссылку я оставлю конечно же под этим роликом но в этом ролике нет еще одного способа который я совершенно случайно открыла для себя и в последнее время я пользуюсь только этим способом мне он очень очень нравится я надеюсь что многим он придется по душе и давайте я покажу как я это делаю ну во первых покажу как это выглядит в полотне где одна ниточка потому что мы присоединять сейчас будем ниточку вообще другую другого цвета другого формата в общем другую вот как выглядит это в полотне вот они эти две ниточки это и есть присоединение с обратной стороны ничего не видно абсолютно вот вы видите а вот эти ниточки я потом просто крючком или иглой аккуратненько спрячу в полотно и в итоге будет все очень-очень замечательно это я вам просто показываю когда эта ниточка будет ну так скажем одного цвета ну я вот распустила образец который вязала кстати вот из медары когда приступала вязать тот процесс который сейчас у меня жилет и мы с вами присоединим совершенно другую ниточку смотрите мои хорошие все очень очень просто вот она эта ниточка вот допустим осталось где-то но это и вот сейчас много я оставила конечно нужно еще провязать я решила что хватит прикладываем вторую ниточку конечно она у вас будет другого в смысле того же цвета что и полотно вот оставляю кончик чтобы потом можно было заправить но это большой слишком кончик вот так вот подтянем а вот и все дальше просто продолжаем вязать уже с этой ниточкой я провязываю 3-4 петельки ну то есть здесь получается утолщенная ниточка да тот остаток который у нас был от полотна и новая ниточка вот я провязала ну давайте для пущей так скажем уверенности еще одну петельку провяжем но я провязала здесь 4 петли обычно я провязываю вот такой утолщенной ниточкой 3 петельки дальше что я делаю вот этот кончик который у нас которому мы присоединялись вот так вот убираю убираю придерживаю здесь пальчиком и вижу уже так не тут убрала вот убрала и вижу уже той ниточкой которую мы присоединили все дальше у нас петли получаются одной толщины потому что ну как бы вот это утолщение мы убрали на вот этой толстой ниточки мы провязали всего там 3-4 петельки поверьте это не будет заметно в полотне так что здесь у меня давайте провяжу вот так тут чё-то ну это я распускала распускала образец чтобы мне не делать обрыв нити на моем жилете вспомнила про образец думаю дай-ка я покажу вам на образце и все дальше все очень просто вот она наша ниточка и мы продолжаем вязать этой ниточкой доходим до того места там просто не слишком вытаскиваем петли потому что там присоединение у нас идет и потом немножко их подтянем и все и все готово и у нас нет никаких совершенно узлов у нас все ровненько и красиво вот они эти петельки мы их провязываем видите вот утолщенный вот хорошо видно на как раз на контрасте да то есть когда ниточки разного цвета понятно что у вас будет тоже пряжа одного цвета вот они эти наши утолщенные петельки мы просто продолжаем вязать все так смотрю в камеру вижу через камеру не очень мне удобно сейчас просто до конца провяжу и покажу вам вы убедитесь как это красиво и как это классно никаких узелков ну да немножко утолщение в трех петлях но поверьте когда полотно отпаривается отглаживается мы вообще ничего этого не замечаем вот такое коротенькое видео ну надеюсь я знаю как это важно потому что я люблю аккуратное вязание вот мы просто подтянули теперь эти тоже слишком не затягиваем вот они эти наши наши присоединения с этой стороны абсолютно ничего не видно никаких узлов видите какая красота а вот эти ниточки вот мы оставляем но это наша ниточка которой мы присоединялись а это мы оставляли кончик от присоединенной ниточки потом аккуратненько я еще пару виточков делаю обвитие петельки и отрезаю вот эти ниточки все но конечно обвитие нужно будет сделать чтобы не распустилась петелька вот таким образом я присоединяю ниточки вот этот способ у меня пошел от наверное знаний у под знаний вязание крючком потому что в крючке намного проще прятать ниточки особенно когда идут столбики без накида там просто вот так вот как я вам показала прикладывается ниточка и ввязывается в полотно там еще и вот эти ниточки ввязываются по в полотно но это в крючке в спицах к сожалению это сделать невозможно да и не нужно мы просто потом эти кончики спрячем и у нас получится очень аккуратное красивое вязание ну вот мои хорошие такой очень коротенький ролик надеюсь вам он был полезен подписывайтесь на канал на канале очень много интересного я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока